Басмила альхамду лиллах, ассалату ассаламу аля расули ллах, аля али и асхаби аману аля маба. Продолжаем чтение глав, которые касаются отличительных свойств пророка, саллаллаху алию салям. Говорит китабу закат, то есть те отличительные свойства пророка, саллаллаху алию саляма, которыми он отличался от остальных людей в вопросах заката, в вопросах милостыни. Мас-алла говорит вопрос, кана яхруму алей аклю ссадака, сава кана фардан амтату ван. Говорит пророку, саллаллаху алию саляма, было запрещено принимать садака, то есть милостыню и кушать ее, в смысле использовать ее. Сава кана фардан амтату ван. При этом без разницы, эта милостыня была обязательной или была добровольной. Ли хулии, саллаллаху алию саляма, потому что пророк, саллаллаху алию саляма, сказал, Инна садака ла тахиллю ли мухаммадин вали али мухаммад. Поясни садака, то есть милостыня, не является разрешенной Мухаммаду, а также семейству Мухаммада. Что касается вот этого вот хадиса, то он приходит у имама муслима, также у Абудауда, у Абназаи и у других, со слов Абдул-Мутталиба ибну Рабиа ибну Хариса. И в нем приходит, инна ази садака, инна михия усахун нас. Поясни эти садака, то есть эти милостыни, являются ничем иным, как грязью людей. То есть теми предметами, которые люди, выдавая эти деньги, очищают свои деньги от различных загрязнений, которые появились в их деньгах в процессе их зарабатывания. То есть, возможно, человек где-то обманул, где-то недоговорил, где-то приукрасил излишнее и тому подобное. Поэтому в имуществе людей чаще всего бывают различные добавки, которые загрязняют их имущество. И чтобы очистить имущество, люди выдают закат, либо обязательный закат, либо добровольную милостыню. Говорит, инна ази садака, инна михия усахун нас. Поэтому пришло в хадисе, поясни эти милостыни, являются ничем иным, как загрязнениями людей. И эти милостыни не разрешены ни Мухаммаду, ни семейству Мухаммада. И приходит от Абу Гурейры также хадис о том, что «Ахадал Хасан ибн Али, разли Аллаху анахмад Тамара, мин Тамара садака». То есть, для чего эти хадисы зачитываем? Просто для того, чтобы этот вопрос более яснее стал. В самой книге их или они не приходят. Приходит от Абу Гурейры то, что однажды внук пророка, салли Аллаху аль-Асаляма, Аль-Хасан ибн Али, взял один из фиников, который был из фиников милостыни. То есть, из закатных фиников. И положил этот финик себе в рот. То есть, чтобы был маленьким ребенком, нашел финик, положил себе в рот. И пророк, салли Аллаху аль-Асаляма, сказал ему «Ких, ких», то есть, как бы «Отойди, выкинь». Чтобы он вытащил обратно этот финик и выкинул его. Сумма таля, затем пророк, салли Аллаху аль-Асаляма, сказал ему «Ама шаарта анна лана акулу садака». Разве ты не знаешь то, что мы не кушаем садака? То есть, мы имеется в виду Мухаммад и его семейство Алюль-Бейт. Семейство пророка, салли Аллаху аль-Асаляма. Вот этот вот хадис, или подобный этому хадису, приходит у имама Аль-Бухари, а также у имама Муслима. И приходит также в других сборниках со слов самых различных сподвижников. От Анаса ибн Малика, от Абурафиа, от Зайда ибн Аркама, от Ибн Аббаса и других. И необходимо указать на то, что садака, то есть, милостыня, была запретна как пророку, салли Аллаху аль-Асаляма, так и его семейству, так и его вольноотпущеникам. То есть, то, что называется мавали. Помните, брали раздел «Вольноотпущеники и рабы пророка, салли Аллаху аль-Асаляма». Значит, что мы отсюда поняли? Что пророку, салли Аллаху аль-Асаляма, было запрещено принимать милостыню. И, как известно, милостыня бывает как обязательная, а это закат. То есть, когда человек выплачивает ее, в качестве обязательной выплаты. Не так, что она ему добровольна, но в качестве обязательной. И добровольная милостыня тоже пророку, салли Аллаху аль-Асаляма, была запрещена. Не имеется ввиду, что пророку было запрещено выплачивать. Нет, посланник Аллах выплачивал добровольную милостынюю, закат и тому подобное. Здесь речь идет о чем? О том, что он не имел права принимать, не мог взять эту садаку себе. И из этого хадиса, который у нас в книге приведен, понимается то, что это не является хусусия, лишь отличительным свойством только пророка, но является отличительным свойством его и его семейства. Говорит, ворова муслим Аннаби Хурейрата, радия Аллаху, Анна Расула Аллахи, салаллаху ласалама, кана яакулю лагадия, вала яакулю садака. И приходит у имама муслима со слов Абу Хурейры, то, что пророк, салаллаху ласалама, брал, принимал, кушал подарок и не принимал милостыню. Нам приходит, Анна Набия, салаллаху ласалама, кана идаутия битаам саалан. То, что если пророку, салаллаху ласалама, приносили какую-либо еду, то он задавал вопрос о ней. Если ему говорили, что это подарок, то он ел из нее. А если ему говорили, что это из милостыни, то из нее не ел. Этот хадис также приходит у имама Аль-Бухари и не только у имама Муслима. И в главе также присутствуют хадисы от Сальмана Аль-Фариса, Анаса Ибну Малика, Джуэрии, Аиши, Уматы и других сподвижников. Говорит, это является общим указанием на то, что пророку была запрещена вся милостыня, любая милостыня, будь то обязательная или добровольная. А от имама Шафии приходит одно из мнений, то что пророку была разрешена милостыня добровольно. То есть имам Шафии в одном из мнений своих что сказал? То что пророку была запрещена милостыня только обязательно, но не добровольно. Это мнение от него передал шейх Абухаммед. Здесь под Абухаммедом имеется ввиду Аль-Исфараини, а не Аль-Газали. А также Аль-Кафал. Сказал шейх Абухаммар Ибнус Салах, то есть это мнение осталось скрытым от имама Аль-Хараммейн, то есть от Джуэни, а также от Аль-Газали. Вот это уже кто? Абухаммед Аль-Газали. То есть они двое не знали о том, что имама Шафии принадлежала это мнение. Говорит Хавзен Кафир, но верным является мнение первое, что пророку была запрещена любые виды садака, то есть милостыни. Говорит, а что касается того, что некоторые из бедуинов после смерти пророка посчитали, что значит они больше не обязаны выплачивать закат, Потому что считали то, что этот закат выплачивается только пророку, потому что Всевышний Аллах сказал, возьми из их имущества закат. И некоторые из бедуинов, некоторые из племен подумали, что закат нужно было выплачивать только пророку, опираясь на неправильное понимание вот этого вот аят. Говорит, и когда правителем стал Абу-Вакр-Саддык, отказались выплачивать ему закат. Говорит, и Абу-Вакр-Саддык был вынужден сражаться с ними, пока они не смирились перед истиной и не стали выплачивать закат также ему. То есть вообще любому правителю мусульман. Говорит, на это Аимма, то есть имамы, ответили в своих книгах. То есть на это вот неправильное понимание этого аята. Говорит, и разговор об этом более подробный. Мы приводили или проводили в другом месте. Это приходит в его книге Аб-Вакр-Саддык, а также в его Тафсире, на суру Ат-Тоба. В 103-м аяте сура Ат-Тоба Хакр-Саддык более подробно разговаривает об этом вопросе. То есть о той ситуации, когда бедуины отказались выплачивать закат Абу-Вакр-Саддык, а также в его Тафсире, на суру Ат-Тоба. Мы поняли два вопроса. Первый вопрос, что отличался посланник Аллах и его семейство тем, что им запрещена была садаха, милостыня, как обязательная, так и добровольная. И второе, что мы поняли, что пророк, наоборот, уже не отличался от остальных правителей мусульман в том, что как ему, так и другим закат выплачивать являлось обязательным. Этот вопрос, иншаллах, понятен. Далее. Следующая глава говорит Китабу Суям, то есть отличительное свойство пророка, салаллаху али-саляма, в вопросах уразы. Кану Аль-Висалюхи Суям лагу мубахан. Говорит одно из отличительных свойств посланника Аллаха, салаллаху али-саляма, то, что ему был разрешен Аль-Висаль. Аль-Висаль, когда человек держит уразу несколько дней подряд, не прерываясь. То есть обычные люди в нормальном состоянии, как держит уразу? То есть держит уразу с рассвета до магриба, до заката солнца, затем что делают? Разговляются. А уразы, когда человек не разговляется ни на магриб, ни после, и держит уразу несколько дней подряд. И только затем на один из магрибов, через 2-3 дня, разговляется. Говорит, это было разрешено пророку, салаллаху али-саляму. Вали адана аумма тагу ани-висаль. И говорит, пророк, салаллаху али-саляма, о своей общине этот ураз запретил. Попали уинна катвасы. То есть некоторые сподвижники тоже начали повторять в этом за пророком, салаллаху али-саляма, и держать несколько дней уразы подряд. Когда пророк, салаллаху али-саляма, им это запретил, они сказали, инна катвасы, но ты ведь держишь таким образом уразу? Кала ластука ахадикум. Пророк, салаллаху али-саляма, сказал, я не подобен одному из вас. И не абиту анда робби ютимуни ваяскыни. Я провожу ночи у своего господа, он кормит меня и поет меня. Ахраджагу. Этот хадис приходит у имама аль-Бухари, а также у имама муслима. Что касается того, что этот хадис приходит у Бухари и муслима, необходимо указать, что у имама аль-Бухари и муслима нет слова инда робби. То есть у моего господа приходит немного другими словами. А вот эта вот фраза инда робби, я ночую у своего господа, это приходит в других сборниках. Говорит, пророк, салаллаху али-саляма, прерывал их уподобление ему в этом вопросе. Сказал, в этом вопросе мне не уподобляйтесь и мне не подражайте. Говорит, почему? Потому что Всевышний Аллаху али-саляма отличил меня таким свойством, что он меня кормит и меня поет по ночам. Говорит, и ученые разошлись во мнениях. Что значит кормит? То есть кормит действительной пищей или просто в смысловом значении. Говорит на два мнения. Говорит Хабз ибн Кафир, более верное мнение, что имеется ввиду смысловая пища и смысловое питье. То есть, какое? Рухи, то есть, духовная пища. Духовная пища, которая укрепляет сердце человека. Почему? Потому что если бы эта еда и питья были бы настоящими, то это не называлось бы уже висалям. То есть, получалось бы, что пророк, саллаллаху али-саляма, не держит у разу несколько дней подряд. Этот вопрос также очевиден, понятен. Значит, это является действительно отличительным свойством пророка, саллаллаху али-саляма. Говорит Мазаля. Следующий вопрос. Вакан юкаббилю уаго саим. Говорит, он целовал своих жен во время уразы. Вакиля кана далека хасанби. Некоторые сказали, что это касалось только его. То есть, разрешение целовать своих жен было дано только пророку, саллаллаху али-саляма, во время уразы. То касается того, что посланник Аллаха, саллаллаху али-саляма, целовал своих жен, то это приходит у имама Аль-Бухари, также у имама Муслима, со слов Аиша, а также со слов Умму, саляма. И у одного имама Муслима, со слов Хафса бинту, Умар, разуяллаху али-саляма. Некоторые сказали, что ему юка, что другим людям это является нежелательно. Некоторые сказали, что запретно. Некоторые сказали, что это разрешено. Некоторые, как Ибн Хутаиба, вообще сказал, что если человек поцелует свою жену во время уразы, то его ураза становится недействительной. Некоторые сказали, что это желательно. Это мне никого за гиритов. Когда раз пророк, саллаллаху али-саляма, такое делал, значит нам подражать ему в этом вопросе желательно, значит это является желательным действием. А некоторые сказали, что есть разница между пожилым человеком и молодым. То есть пожилой человек может удержать себя от остальных действий, которые могут привести к половой близости, а молодые люди удержать себя не могут. Поэтому молодым это можно, а молодым это запрещено, а старым это разрешено. Некоторые сказали так. Говорит, в этом вопросе вот эти вот мнения у обладателей знания и более подробное разъяснение этого вопроса, говорит, здесь не место для этого. Так, что касается вот этого вот вопроса, то изучался он нами в книге Бульон Марам. Неправильное мнение какое в этом вопросе? То, что если человек способен себя удержать от дальнейших действий, от дальнейшей половой близости, то это для него разрешено. То есть целовать свою жену во время урозы. Если же не может, тогда это ему может быть запрещено или нежелательно и тому подобное. В зависимости от ситуации. Значит, вот это вот вторая ситуация или второе свойство. Было отличительным свойством или нет? Отличительным свойством пророка, саллиллаху алиусаляма, не было. Говорит, следующий вопрос. Сказали некоторые шафииты. То, что если пророк, саллиллаху алиусаляма, начинал добровольную урозу, то он обязан был довести ее до конца. То есть не имел права ее приживать. Павел Баиф говорит, но это мнение является слабым. Я роддуал хадис, аль-лялифи сахихи муслиман Аишата, ради Аллаху ана. Это опровергается хадисом, который приходит от Аиши, ради Аллаху ана, у имама муслима. А на Расулу Аллаху саллиллаху алиусаляма дахал алейха, факаля, что однажды посланник Аллаха, саллиллаху алиусаляма, то есть будучи держащим урозу, зашел к ней и она сказала, О посланник Аллаха, у нас есть хайс, хайс одно из блюд, название одного из блюд. И тогда пророк саллиллаху алиусаляма сказал, покажи мне это блюдо, потому что я с утра держу урозу, а затем покушал из этой еды, из этого блюда. Этот хадис приходит, как сказанного имама муслима. Знаю, что получилось относительно этого? То, что это не было отличительным свойством пророка саллиллаху алиусаляма. Если он начинал держать добровольную урозу, то разрешено было ему ее прерывать, так же, как и всем остальным мусульманам. На этом завершили разбор китабу саллиллаху алиусалям, книги о урозе. Далее. Следующий китаб, китабы хадж, теперь книга хаджа. В каких вопросах пророк саллиллаху алиусаляма отличался от всех остальных мусульман в хаджи? Мазаля говорит вопрос, когда балду асхабина, сказали некоторые из шафиитов, Кам яджбу алей, и дара ашей, а не уаджибу, а не куль. Если пророк саллиллаху алиусаляма видел что-либо, что ему нравилось, то было для него обязательным сказать Вот я перед тобой, у Аллах, поясни настоящую жизнь, это жизнь следующая. Говорит, и возможно, те, которые придерживались этого мнения, опирались в этом самом, на хадис, который приходит у имама аль-Бухари со слов саллиллаху алиусаляма, Однажды мы с посланником Аллаха саллиллаху алиусаляма копали ров, то есть в день битвы Урла, или перед битвой Урла. Говорит, пророк саллиллаху алиусаляма копал, а мы переносили, то есть он копал землю, а мы эту землю переносили. И он посмотрел на нас, то есть немного приостановился в работе, посмотрел на нас, и как бы ему понравилось то, что мы активно работаем на пути Аллаха. И он сказал, нет жизни, то есть настоящей, кроме как жизнь следующей, то есть у Аллаха, прости ансарам и мухаджирам. Что касается этого хадиса, то он приходит у имама аль-Бухари, а также у имама мусульма. Но в этом хадисе нет довода на то, что пророку саллиллаху алиусаляма, если он что-то увидел из того, что ему нравилось, было обязательно сказать, это не является доводом в этом вопросе. И сказал имама аль-Шафи, ахбарана Саид, поведал нам Саид от Ибн-Джурейджа, которому поведал Хумейт Аль-Арадж от Мужахида. И он сказал, то что Мужахид сказал, посланник Аллаха делал следующую тальпию, вот я перед тобой у Аллаха, вот я перед тобой, нет у тебя сотоварища, вот я перед тобой. Поясни восхваление и милость принадлежат тебе, а также владение, нет у тебя сотоварища. Далее Мужахид продолжает и говорит, И однажды, когда пророк саллиллаху алиусаляма делал таким образом тальпию, а люди уходили от него, как будто бы ему понравилось то, в чем он, то есть понравилось произносить эту тальпию. И он произнес в этой тальпии в конце, То есть, вот я перед тобой, поясни настоящая жизнь, это жизнь следующая тальпия. Что касается вот этого вот хадиса, то это, как мы поняли, Мурсаль, то есть Мурсаль Мужахида не является достоверным. Опять-таки, если бы он был достоверным, опять в нем нет прямого довода на то, что это было для пророка саллиллаху алиусаляма обязательно. Говорит Ибн Джирайч, и, как я знаю, это происходило в день Арафата. Этот хадис также не является достоверным, потому что это слово Ибн Джирайча, и Ибн Джирайч не был сподвижником, поэтому это тоже Мурсаль. Культу говорит Хабид Ибн Кафир, Говорит, из этих двух хадисов неясна позиция или неясен вопрос о том, что это было действительно обязательно для пророка саллиллаху алиусаляма. Говорит, максимум, что можно взять из этих хадисов, даже если бы они были достоверными, что это было для пророка саллиллаху алиусаляма желательно. И некоторые сказали, что это касается также остальных людей, то есть остальных мусульман, то что если они увидели что-то, что им нравилось, то необходимо произносить Говорит, а что касается хадиса Муджахида, а также слова Ибн Джирайча, то хадис Муджахида является Мурсаль, а слово Ибн Джирайча является Мулкатай, также прерванным. Значит, что за первый вопрос, который разбирался в Китабу Аль-Хач? То, что если пророк саллиллаху алиусаляма видел что-либо, что ему нравилось, то он был обязан сказать «Ляббейка ла аиша и ла аишу ла ахира». Что касается этого вопроса, то, во-первых, причем здесь хадж? Почему этот вопрос упомянут именно в книге хаджи? Потому что приходит, то есть в хадисе Муджахида, в его хадисе Мурсаль, то, что пророк саллиллаху алиусаляма такую фразу произнес где? Во время хаджи. Поэтому, возможно, Хафидов на кассиру упомянул этот вопрос именно поэтому здесь. Китабу Аль-Хач. Второе, что мы выяснили, что это не было обязательным пророку саллиллаху алиусаляма и максимум, что можно сказать об этом, то, что это было для него желательно. Поэтому, то, что это было отличительным свойством пророка саллиллаху алиусаляма, не совсем очевидно в этом вопросе. Мазаля говорит следующий вопрос «Убихат лау Макка йоману ахидан». Пророку саллиллаху алиусаляма была разрешена Мекка один день. То есть, в том смысле, что было разрешено ему в течение суток вести в ней боевые действия. Говорит Фадахалла Хаби Гайри Ихрам. И когда он отправился на завоевание Мекки, он вошел в Мекку без Ихрама. «Ухутеля мин ахля яумейзин нахун мин ашрин». Говорит, из жителей Мекки в этих столкновениях во время завоевания Мекки было убито около 20 человек. «Уалькана фатфуга ануа аусульха». Говорит, и вопрос о том, каким образом была открыта Мекка. То есть, военным путем или же мирным путем. Говорит, в этом вопросе есть разногласие. «Ана кавлейн али шатии». В этом вопросе есть два мнения у имама шатии. «Насаракуллан насырун». И каждое из этих мнений нашлись те ученые, которые защищали. Какое говорили мы более верное мнение в этом вопросе? Мнение Ибнам Каима, даже мнение большинства, то, что Мекка была открыта именно военным путем. И упоминали то, что Ибнам Каим в своей книге «Зааду на ад» привел немалое количество различных доводов на это свое утверждение. И все это проходили мы уже где, когда изучали вопрос самого завоевания в Мекке. Говорит, Но нас здесь интересует то, что, в общем, это было из отличительных свойств пророка. Если же кто-либо из людей, которые придут позже, начнут говорить, что нам тоже разрешено сражаться в Мекке, потому что это было разрешено также пророку, саллаллаху алисаляма, то ответьте ему, «Инн Аллах адзин алирасулихи, валям я адзам закон». Пояснил Аллах, а разрешил это только его посланнику, а вам этого не разрешил. Говорит, «Аль-Хадису Машху». Этот хадис является известным. Хадис приходит у имама Аль-Бухари, также у имама Мусульма, со слов Абу Ширайха Аль-Хузаи. Знаешь, это являлось отличительным свойством пророка, саллаллаху алисаляма, или нет? Да, это установлено как отличительное свойство посланника Аллаха, саллаллаху алисаляма, то, что он мог сражаться где? Сражаться в Мекке. И был дан ему на это целый день. Говорит Масаля, «Следующий вопрос, «Та каддам аль-Калям аль-Хадис аль-Муктады, лиудюбин наху алей, ванна уда'иф». Говорит, «Ранее мы уже упоминали еще один из хадисов, из которых приходит то, что пророк, саллаллаху алисаляма, был обязан принести жертвоприношение в праздничный день. Ванна уда'иф». Говорили, что на это приходит хадис, и то, что он является слабым. Помните этот вопрос или нет? Хадис, в котором приходят три вещи, которые являются отличительными свойствами пророка, саллаллаху алисаляма. То, что он должен был принести жертвоприношение, обязан был приносить жертвоприношение в праздничный день. Также то, что он был обязан совершать намаз витр и намаз в буха. Говорили то, что этот хадис является слабым, И ни одно из этих трех свойств не установлено. Следующий раздел говорит Китабль Ат'има, то есть книга Ат'има, которая касается еды и питья. То есть те отличительные свойства пророка, которыми он обладал в вопросах еды и питья. Говорит у Амина Ат'има, что касается еды и питья, то сказали некоторые из шафиитов, то что пророку было запрещено употребление в пищу лука, а также чеснока и куррат. Куррас это тоже одно из растений, которое обладает неприятным запахом, если человек его поест. То, что переводится как лук-парей, тоже из семейства луковых. И основывается это мнение на хадисе, который приходит у имама Аль-Бухари и муслима со слов Джабира Ибн Абдилля, то что однажды пророку принесли тыдр, то есть посуду, в которой были хадират, овощи минбуколь. А точнее, вот эти вот овощи, похожие на лук, на чеснок и тому подобные вещи. И пророк почувствовал от них неприятный запах. И сказал некоторым из своих сподвижников, которые тоже присутствовали при этой еде, кулю, кушайте, то есть им приказал, что кушать. И когда пророк увидел, что вот этот вот сподвижник отказывается от еды, то есть посмотрел, пророк не кушает, значит я тоже не буду кушать. Когда пророк такое увидел, сказал, Кушай, поясни, я общаюсь с теми, с кем ты не общаешься. То есть я общаюсь с ангелами, то есть я не подобен вам в этом вопросе. Как мы сказали выше, этот хадис приходит у имама Аль-Бухари, а также у имама Муслима. Говорит, и если мы возьмем это мнение, то есть то, что пророку, салаллаху, было запрещено есть лук и чеснок, то, говорит, это подвергается сомнению хадисам, которые приходят у имама Аль-Тирмиди. То, что они, то есть двое, Али-Ибн-Абитали, а также Шарик и Бухари, указали на то, что является запрещенным кушать свежий лук и свежий чеснок. То есть если ты хочешь покушать лук или чеснок, то их необходимо сварить. Как известно, если эти продукты или овощи варятся, то они теряют свойство дурного запаха. Говорит, но правильным является более известным мнением, то, что лук и чеснок не был запретен пророку, салаллаху, салаллаху, то есть не в сыром виде и тем более в каком не в вареном виде. Но это было лишь нежелательным для пророка, салаллаху, салаллаху. И довод на это в том, что однажды Абу Айуб, то есть как приходит хадиси у имама муслима, Абу Айуб Адансари, приготовил посланнику Аллаха, салаллаху, 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 с И тогда Абу Айюб Адансари спросил его, разве эта еда запретна? Он сказал, нет, не запретна, но она мне не нравится. И тогда Абу Айюб Адансари сказал, тогда мне тоже не нравится то, что не нравится тебе. То есть я тоже не буду ее есть, эту пищу. Сказал Абу Амар, сказал Абу Амар, этот хадис явно указывает на то, что мнение о том, что есть чеснок и лук было запретно пророку, является неправильным. Чему? Потому что здесь явно сказано. Запретна ли эта пища? Пророк сказал, нет. Значит это не подходит под то, чтобы это было отличительным свойством пророка. Говорит следующий вопрос. И подобно этому также мясо ящерицы. Галя сказал пророк сказал, я сам эту пищу не ем, но и другим не запрещаю. То есть пророк не ел мясо ящерицы, но и другим этого не запрещал. Этот хадис приходит у имама Аль-Бухаря, та же у имама Муслима. Не запрещал, то есть людям. Но пророк удержался от этой еды, потому что она стала ему противной. То есть противной ему стало есть мясо ящерицы. Так как он выразился, пророк сказал, эта еда не является едой нашей земли. И тогда Халид Ибн Валид, который любил мясо ящерицы, спросил пророка, запретна ли эта пища? И тогда пророк сказал, нет. То есть мясо ящерицы не является запретным. Но эта еда не является едой моей земли или моего народа. Поэтому мне она противна. То есть мне противно ее кушать. Этот хадис приходит у имама Аль-Бухаря, та же у имама Муслима. То есть отсюда что опять берется? То, что это не было отличительным свойством пророка, что ему было запрещено мясо ящерицы. Ему это было не запрещено, но он его не ел просто потому, что не хотел поздравиться к нему, не был привыкшим к этой пище. Говорит Халид Ибн Кафир и также является нежелательным для каждого человека, которому стала противной какая-либо пища, кушать ее. То есть если перед тобой какая-то пища, которой ты не привык, или она для тебя противна, говорит Халид Ибн Кафир, это касается всех людей, что им также является нежелательным такую пищу кушать. Потому что приходит у Абу-Дауда о том, что пророк сказал, то есть из приближения гибель. Имеется в виду, если человек приближается, допустим, к такой местности, где есть чума, или приближается к такой пище, которая ему противна и тому подобное, в этом талак, в этом погибеть. Что касается вот этого вот хадиса, то он является слабым, не является достоверным. Назвал его слабым, его ясна также, шейх Адалбайм. Говорит, но приходит от врачей, то что это действительно является нежелательным. Что является нежелательным? То есть заставлять себя насильно кушать ту пищу, которую ты не хочешь, и которая тебе противна. Лимайвадди илей мин су-ль-мизач. Почему? Потому что это приводит к су-ль-мизач, то есть к плохому смешиванию в организме. То есть в организме получается неуравновешенность. То есть плохое смешение происходит, и это приводит к болезни, чем в организме. И одному Аллаху С.А. лучше известен. Значит, это как отличительное свойство пророка С.А. опять-таки, что не установлено. Говорит Мазала, следующий вопрос. Также приходит у имама Аль-Бухари со слуха Будьуха. То, что посланник Аллаха С.А. сказал. Что касается меня, то я не кушаю, опираясь. То есть не кушаю, лежа на боку, или опираясь на руку и тому подобное. То есть так, как это делают люди, высокомерие и тому подобное. Факала Баалу Асхабина. Сказали некоторые из шафиитов. Имна залика кана хараман алей. Это было запрещено посланнику Аллаха С.А. Вакадан науи. Но сказал аннауи. Уссахихан науи кана макрухан фи хабтый ла хараман. Более правильное мнение, что это не было запретно пророку С.А. Но это было лишь нежелательно. Говорит Хабзин и Кафир. Если мы возьмем это мнение, значит опять-таки здесь нет отличительного свойства пророка С.А. от других людей. Потому что для всех людей является нежелательным кушать, опираясь. Этот вопрос также разбирался нами в Китабу-Леву-Марам. То есть в Китабу-Никах, в главе о чем? О Валииме и так далее. То есть разбирался этот вопрос. Относительно того, чтобы кушать, опираясь на руку или лежа на боку и тому подобное. Сава фуссира али ттика били тджа. Камауль мутабадир и ла афхан кафирин. Говорит при этом без разницы. Как мы сделаем Тавсир слово мутакен. Что значит опираясь? То есть означает ли опираясь, то есть тджа. То есть лежа на боку. Камауль мутабадир и ла афхан кафирин. Потому что в этом есть неприятность. Так же как допустим запрещено пить стоя. То есть запрещено пить стоя. И также является что? Запретным пить лежа на боку. Под запретностью имеется ввиду нежелательность. Как в вопросе питья, так и в вопросе еды. Или мы истолкуем слово мутакен биттарабо. То есть кушать как по-турецки. Сев по-турецки. Как сделал Тавсир этому аль хаттабе, а также другие из ученых арабского языка. Говорит, и это разъяснение более верное для того, кто поглубже над этим размышляет. То есть из слов Хаказа ибн Кафира получается то, что нельзя кушать как мутарабе. То есть сев по-турецки скрестив ноги. И аль хаттабе разъясняет этот вопрос, что тот, который кушает по-турецки скрестив ноги, тот как бы что садится к маида, то есть к трапезе полноценным образом. То есть собираясь сидеть долго, кушать плотно и тому подобное. Это говорит не было из обычаев пророка салаллаху асаляма. То есть пророк салаллаху асаляма, если приходил и садился на какую-то еду, то садился, кушал быстро и уходил. То есть не рассиживался и не уделял этому много внимания. И также, кстати, это расписано также во многих арабских странах, как допустим здесь в Йемене. То есть принято в Йемене то, что здесь люди кушают быстро, то есть не рассиживаются долго. То есть возможно весь обед у них занимает 10-15 минут. И так как некоторых народов могут сидеть по часу, по полтора, по 40 минут и тому подобное. То есть здесь все это происходит гораздо быстрее. И вообще на еду обращают мало внимания. Не так как в других странах. Но некоторые из ученых говорят, что это разъяснение не является правильным. И нет никакой проблемы кушать мутарабиан, то есть скрестив ноги. Потому что, брат, на самом деле больше никаких позиций не остается. То есть если лежа на боку нельзя, опираясь на руку, тоже считается муттекиан. То есть опираясь. Если мутарабиан, то есть скрестив ноги, тоже не разрешается, то каким тогда образом кушать, каким образом тогда садиться. Тем более если учесть то, что в большинстве мусульманских стран люди кушают на полу. То есть не кушают за столом, сидя на стульях и тому подобное. То есть если мы скажем, что нельзя кушать на полу, скрестив ноги, то получится то сидеть за столом на стуле, тем более нельзя. Потому что тот, кто садится таким образом, тот садится со всей своей решимостью и полноценностью, что называется. Так будет сидеть час и даже полтора, и не будет собираться выходить из этого стола. И более верно значит, что под муттекиан, то есть опершись, имеется ввиду, либо лежа на боку, либо опираясь на руку, как это делают многие. То есть как бы склоняются на одну из сторон и опираются на одну руку, допустим, на левую руку уже получается, а правой ушли. Это является неправильным, является нежелательным. Говорит, почему это запрещено? Потому что в этом есть таджеббур ваттаазум, как бы высокомерие и вознесение самого себя выше своего места. Значит, это тоже не являлось отличительным свойством пророка. Как пророк сказал, что ему нельзя было кушать, или я не кушаю муттекиан, то есть прислонившись, опершись, то же самое касается мусульман. Мусульмане в этом следуют за пророком. Говорит Мас'аля, следующий вопрос, сказал Абул Аббас ибн Алкас, говорит, и пророку, салаллаху алейху саляма, было запрещено еда фаджа, то есть неожиданная еда. Как понять неожиданная еда? То есть пророку, салаллаху алейху саляма, было запрещено приходить кому-либо без предупреждений. То есть его никто не позвал в гости, и он приходит, стучит в дверь и как бы напрашивается, что называется, на еду. Это было, говорит ему, запрещено. Называется незваный гость, по-другому. То есть запрещено было быть незваным гостем. «Ва кад фаджаагу Абуддарда ала тоами, фа амарагу бьякли». Это что касается его сподвижников, то это было разрешено. То есть однажды пришел к нему Абуддарда неожиданно. То есть тогда, когда пророк, салаллаху алейху саляма, кушал, пророк, салаллаху алейху саляма, впустил его и также приказал ему кушать, то есть присоединиться к его трапезе. Говорит, это касалось только пророка, салаллаху алейху салям. «Кал Аль-Байхакки, сказал Аль-Байхакки, ла ахфазу аннахи анта амин фаджаа мин оджин язбуд». Видишь, говорит Аль-Байхакки, я не знаю ни одного хадиса, который был бы установлен достоверным, в котором бы приходил запрет. Запрет на незваного гостя или на неожиданную еду. После этого Аль-Байхакки привел хадис, который приводится у Абу-Дауда со слов Дуруста ибн Зияда, который является Мажюль-Халь, передатчиком с неизвестным положением. Сказал про него ибн Ади, лейсалаву анкара мин адам хадис. Нет от него более отвергаемого хадиса, чем вот этот вот хадис, который будет далее приведен. От Абана ибн Тарика. Абана ибн Тарика является слабым передатчиком. От Абана ибн Умара, о том, что пророк сказал, «Кого позовут на еду, и он не ответит, тот ослушался Аллаха и его посланника». Вот эта вот часть является достоверной. Приходит у Бухарьи муслима и более верно то, что под этим подразумевается, если тебя позвали на валибу, на свадебное угощение. То есть ты обязан ответить. Если не ответишь, то берешь грех. То есть если у тебя нет уважительной причины. Это тот, который придет к людям неожиданно, то есть так, что они его не звали, будет незваным гостем, то он войдет к ним, будучи вором, и выйдет от них, будучи муыр, то есть как бы неожиданно напавшим. Что касается вот этого вот хадиса, то он является слабым, не является достоверным. И Чеха Албания также в Абу-Дауде его назвал слабым. Значит, вот это вот отличительное свойство также не установлено от пророка, саллиллаху алисаляма, чтобы ему было запрещено, что называется, приходить, и если его не ожидали, то соглашаться на зов к еде. Это его не касалось и не касалось также остальных людей. Говорит, следующий вопрос, которым отличался пророк, саллиллаху алисалям, от остальных людей в вопросах еды, то, что некоторые из шафиитов или шафииты сказали, то, что если пророк, саллиллаху алисаляма, просил у кого-то еды, и тот, у кого он эту еду просил, больше не было никакой еды, кроме этой, которую у него пророк, саллиллаху алисаляма, просит, Вот этот вот человек обязан был отдать эту еду пророку, даже если бы сам остался без еды. Чтобы этим самым защитить жизнь и душу пророка, чтобы этим самым выразить защиту пророка своими жизнями и своим имуществом. То есть верующие обязаны были защищать пророка своими жизнями и своим имуществом или нет? Да, были защищать обязаны своими жизнями, своим имуществом и тому подобное. Потому что Всевышний сказал, пророк ближе к верующим, чем они сами. То есть пророк ближе к тебе, чем сам ты к себе. Поэтому так же как ты спасаешь свою жизнь от голода тем, что кушаешь, мусульмане не имели права оставить пророка голодным так, чтобы он умирал с голода. Это имеется ввиду здесь. Не здесь из этого вопроса не нужно понимать, что пророк кому-то ходил, у кого-то просил последнюю пищу и тому подобное. То есть этого никогда не происходило. То есть имеется ввиду вопрос в общем. То есть мусульмане обязаны были заботиться о пророке, чтобы не получилось такого, что он страдал тогда, как они были в полноценности, в здравии и тому подобное. Ясно или нет? В сытости. Говорит Культу. Говорит Хавельн-Касир. Этот вопрос можно поддержать также хадисом, который приходит у Бухари и Муслима. В котором сказано. Ни один из вас не уверует, пока я не стану любимее для него, чем его ребенок, чем его родитель и чем все остальные люди. И приходит в некоторых из хадисов, что пока не стану любимее, чем ты сам. Так приходит также в некоторых из хадисов. Что касается вот этого вот хадиса, который упомянул. Хавельн-Касир приходит у Бухари и Муслима со слов кого? Со слов о Боге. Значит вы с этим разобрались или нет? Это действительно верно. То есть сподвижники и вообще мусульмане обязаны были что делать? Проявлять все, жертвовать своей жизнью, своим имуществом для того, чтобы поддержать жизнь пророка, салаллаху алисаляма, его призыв и тому подобное. Мас-Аля. Говорит и последний вопрос, то есть в этой главе, в главе о еде и питье. Раваль-Бухари ан-Сааб ибн-Джассамы марфуан. Это вопрос, который основывается на хадисе, который приходит у имама Аль-Бухари со слов Ас-Сааба ибн-Джассамы. О том, что пророк, салаллаху алисаляма, сказал. Ла хима, илля лиллаху арасулии. Нет хима, кроме как у Аллаха и его посланника. Хима имеется ввиду выделенная территория, которая принадлежала только правителю и никому больше. При разборе одной из книг ранее, насколько я помню, мы уже разъясняли этот хадис подробно. Что это означает, как я помню, в книге о торговле. То есть, то, что раньше, во времена еще Джагилии, было такое, что если лидер какого-то племени приходил на какую-то местность, и эта местность ему нравилась, то есть, допустим, хорошие пастбищи и тому подобное, то они поднимали собаку или приводили собаку к этому месту, и эта собака лаяла. И докуда доходит ее лай, что в ширину, что в длину, эту территорию ограждали. И это считалось территорией этого шейха, что называется, территорией этого лидера и вождя этого племени. Только он имел право пасти, допустим, животных на этой территории, никто другой. Вместе с тем, что он имел право пасти своих животных, так же и на других территориях, так же, вместе со всеми остальными его сородичами. Но вот эта вот территория была выделена только ему. Так вот, пришло в хадисе то, что пророк, салаллаху ассаляму, сказал, «Нет выделения территории, кроме как Аллаху и его посланнику». То есть это разрешено только для Аллаха и его посланника. «Каля баалу асхабина, уа мухтас сум бе». Сказали некоторые из шафиитов, это касалось только пророка, салаллаху алию салям. «Ва каля баалу ассаляму, а некоторые из шафиитов сказали, ба ли яджужу ли гайрихи ли маслаха». Нет, это было разрешено не только пророку, салаллаху алию саляму, а также другим, то есть имеется в виду, другим правителям, которые пришли после посланника Аллаха, салаллаху алию саляму. Лимаслаха, если в этом была польза. И вот это вот второе мнение является наиболее верным. То, что пророк, салаллаху алию саляму, если такое делал, то делал это для чего? Для общих нужд мусульман. То есть обычно правители выделяют определенные территории. Для чего? Для того, чтобы содержать на них, например, закатных верблюдов. Или еще для каких-то вопросов. Допустим, могут выделить территорию, в которой будет собираться находка. То есть различные потерянные вещи собираются в одно место, чтобы люди, если что-то потеряли, могли прийти к этому месту и там свою вещь забрать, например. И тому подобные полезные действия или полезные факторы, по которым человек, то есть правитель, мог выделить определенную территорию. То есть опять-таки не лично для себя выделять, а именно в чем? В государственных целях. То же самое обладатели знаний говорят, что, допустим, правитель может запретить охотиться в определенном лесном участке, например, в такой-то сезон, в такой-то срок времени. Почему? Для сохранения определенных видов животных и так далее. Или ловить рыбу в такой-то реке или в таком-то озере, например, с такого-то месяца по такой-то месяц и так далее. Опять-таки для чего? Для защиты каких-то видов рыб и тому подобное. Это разрешается для чего? Для общей пользы мусульман. То есть отдается предпочтение общей пользы мусульман над пользой кого? Несколько людей, которые хотят эту рыбу, рыбу в этой реке, допустим, ловить или животное в этом лесу на них охотиться. Говорит Камахама, Расулу Аллаху Салаллаху Салам, Ан-На-Киа. Приходит в хадисах то, что посланник Аллаха Салаллаху Салама выделил территорию Ан-На-Киа. Что касается Ан-На-Киа, то это место, которое находится на расстоянии 20 фарсахов от Медины. И его территория довольно большая. 1 миль на 8 миль. И вообще Натэ это название такой местности, в которой собирается вода. Или в ней есть колуцы, источники и тому подобное. Что касается того, что пророк Салаллаху Салам выделил такую территорию, которая называлась Натэ, то это приходит у имама Аль-Бухари, но со слов Аз-Зухари. То есть Иснат не является каким, не является полноценным. Вахама Умар, Расулу Аллаху Ас-Сарих. И приходит также от Умара Ибн-Хаттаба, Расулу Аллаху Ас-Сарих. То, что он выделил территорию Ас-Сарих. Что касается Ас-Сарих, в некоторых говорится Ас-Шаров, в некоторых говорится Ас-Саров, в некоторых говорится Ас-Сарих. То есть в рукописи отличаются. Но суть, то что это место, которое находится недалеко от Мекки. И пришло у имама Аль-Бухари, но опять-таки со слов Аз-Зухари. Вот эти все упоминания, которые у нас здесь придут, все это в хадисе со слов Аз-Зухари. То есть с прерванным Иснатом. Но приходит у имама Аль-Бухари другой хадис, в котором сказано, То, что Умар и Хаттаб использовал одного из своих больно отпущенников, которого звали Гуней, на одной из территорий, которую он выделил. То есть из этого хадиса что понимается? Что какие-то территории Умар и Хаттаб все-таки выделял для государственных нужд. А также приходит то, что Умар и Хаттаб выделил территорию, которая называется Ар-Рабаза. То же самое, со слов Аз-Зухри. То же Иснат является прерванным. Что касается того, что такое Ар-Рабаза, то это место, которое находится между Меккой и Мединой за три дня от Медины. Которое находится около места, которое называется Зату-Ирк, по дороге Хиджаза, когда человек отправляется из Медины в Мекку. Сказали, значит пророк в этом не отличался от других правителей мусульман, которые придут после него. Кроме как то, что если посланник Аллаха выделил какую-либо территорию, то никто не мог этого заменить и поменять. И это мнение также не является абсолютным и верным. И если приходил какой-либо правитель после времен пророка и видел, что эту территорию можно заново отдать на общее пользование мусульманам, а закрыть какую-то другую территорию, то это также ему разрешалось. На этом закончился у нас Китабль-Ат-Има, то есть книга о еде и питье, и о том, чем отличался пророк, саллиллаху алисалям, из свойств в этих вопросах. И далее приходят другие главы и другие фасад, то есть другие разделы. Их оставим иншалан на следующей уроке. Субханакуллаху алихамдик. Субханакуллаху алихамдик.